И снова здравствуйте, мои дорогие друзья, любимые подписчики и уважаемые спонсоры! Всех приветствую на канале Турецкие Байки! Сегодня у нас снова будет видео из серии «Наказание для блогера», но оно второй раз занимает вторую позицию в голосовании. Оно вам явно интересно, мимо пройти не могу, поэтому его делаю. Сразу предупреждаю, девочки мои хорошие домохозяйки, которые слушают, например, мое видео где-нибудь на кухне и занимаются своими делами, а видео громко включают. Вот этим сегодня заниматься не нужно. Видео 18+, будет много тяжелого контента, неприятного. И вообще я советую глубоко впечатлительным людям не смотреть это видео. Ну а если вы решили посмотреть, то переключайтесь на наушники, детям слушать не обязательно. Но прежде всего, прежде чем приступить к основной теме, я хочу поблагодарить всех подписчиков. Предыдущая тема тоже была тяжелая. Турецкие родственники, родственники турецкого мужа. К счастью, в бан улетело, ну, буквально, по-моему, 3 или 4 человека за навешивание коллективной ответственности, несмотря на то, что я несколько раз подчеркиваю, что это не обязательно случится с каждой девочкой, которая вышла замуж в Турцию. Есть здесь очень замечательные родственники, есть замечательные свекрови. Но, как говорится, предупрежден, значит, вооружен. Я, в общем, осветила всю ситуацию, как бывает, но не обязательно случится. Но нет же. Непременно приходят те, которые начинают навешивать ответственность на всю нацию. Ну, я думаю, что это люди глубоко одинокие, никогда не бывшие замужем даже у себя на родине, потому что сплошь и рядом конфликты со свекровями, с родственниками, не турецкими, во всех странах имеются. Поэтому смысла навешивать коллективную ответственность нет. Ну, было всего, по-моему, парочка таких человек. И парочка, которые решили поумничать и написать про «я буду искать в Турции сироту» или «выходите замуж в Турцию за сироту», вам вообще никого не надо искать, судя по вашим заявам. Если вы не способны как бы справиться с обычными социальными проблемами, то никого не надо искать. И сироту в Турции достаточно сложно найти, потому что подключаются дядьки, тетки, кто там еще, и они все играют точно такую же роль турецких родственников. И все повторяется. Но большинство моих подписчиков, огромное вам спасибо за вашу адекватность, за вашу понятливость, именно для вас я и работаю. Сегодня видео тоже из этой же серии. Все, что я буду рассказывать, относится к малой, действительно ничтожной части Турции. Невежественной. Но из-за того, как это громко звучит, порой в скандалах, порой в СМИ, это бросает тень на всю Турцию. А ненавистники Турции с радостью это дело подхватывают и начинают, ну, как обычно, распространять коллективную ответственность. Они все такие. То, что я буду рассказывать, есть во всех странах. Оно спрятано за закрытыми дверьми, оно закрыто за границами частной жизни. Везде, где встречается недостаток образования и псевдорелигиозность, это есть. Иногда все это дело прикрывается консервативностью и традициями. Но на самом деле, если чуть-чуть копнуть тот или иной случай, то или иное поведение, то можно найти везде двойные стандарты. Ладно, это я все вас пугаю. Начнем мы с общего, а перейдем к частности. Итак, интим в Турции до свадьбы. Начнем с того, что еще в средние века до свадьбы все запрещалось. Чем это объяснялось? Защитой собственного потомства. Никто не хотел воспитывать чужих детей и передавать им наследство. Поэтому очень ценилось жениться на девочке, которая ни разу не была ни с кем. Это подтверждалось. Хотя все те же извращения и прочие были всегда и везде, и во все века. То есть вы понимаете, что если женщина девственница, это совсем не значит, совсем не означает, что она вообще не имела никаких сексуальных контактов. А в наш-то мир технологий и извращений это все доступно и везде обучают. В Турции еще с османских времен всегда соседствовали старые традиции и новизна. Поэтому из старых традиций тянется вот это вот. Естественно, здесь не будет такой сексуальной революции, как прошла в многих странах Европы. И в половую жизнь молодых все-таки вмешиваются и ограничивают по мере возможностей. Отношение к сексу до брака в Турции прекрасно показывает роман Архана Памука «Музей невинности». Я хочу вам самую интересную, самую первую часть зачитать. Да, он там в середине немножко скучный, но начало просто потрясающее. Это самая первая глава, которая, собственно, многое объясняет. Счастливейший миг моей жизни. Если бы знать, что тот день окажется счастливейшим в моей жизни. А если бы даже я осознал это. Смог ли бы удержать свое счастье, чтобы потом все обернулось иначе. Думаю, да. Скажи мне кто-нибудь, что никогда больше оно не повторится, не упустил бы его. Мгновения счастья, исполненные золотым сиянием света, подарили всему моему существу чувство глубокого покоя. Вероятно, длились они несколько секунд, но тогда мне думалось, что им нет числа. Это случилось в воскресный день 12 мая 1975 года. Часы отмерили без четверти три. На какой-то миг мне показалось, что земля избавилась от времени и силы притяжения, а мы стряхнули угрызение совести, освободились от раскаяния, боязни возмездия и осознания греха. Плечо Фюсун было влажным от жары и страсти. Я поцеловала его и, обняв сзади, нежно проник в нее, легонько кусая ее замочку левого уха. Вдруг сережка Фюсун в виде заглавной буквы ее имени выскользнула из мочки и на миг будто воспарила в воздухе и упала на голубую простынь. Но нас так захватило счастье страсти, что мы совершенно не заметили эту сережку и продолжили целоваться. За окном сияло солнце, как бывает в Стамбуле только весной. На улице день от дня становилось все теплее, хотя в домах и в тени деревьев еще чувствовалась зимняя прохлада. Такая прохлада исходила и от пропавшего сырьем матраса, на котором мы нежились, беспечно позабыв обо всем на свете. Из открытой балконной двери подул весенний ветер, принесший в комнату ароматы моря и липы. Он поднял тюлевую занависку и медленно опустил ее на нас, отчего мы оба вздрогнули. Из окон крохотной комнаты на втором этаже, в которой стояла кровать, нам было видно мальчишек, гонявших мяч во дворе, согретым первым весенним солнцем. Они яростно бронились, и мы, заметив, что повторяем те же бесстыдные слова, на мгновение остановились и, посмотрев друг на друга, засмеялись. Наше счастье было таким огромным, таким безмерным, что мы тут же забыли о забавной шутке, которую принесла нам с улицы жизнь. Как забыли и об этой сережке. На следующий день Фюсун сообщила мне, что не может найти свою именную сережку. Признаться, я заметила ее в складках голубых простыней, но вместо того, чтобы положить на видное место, повинуясь какому-то внутреннему голосу, опустила ее в правый карман пиджака. Когда Фюсун сказала о пропаже, я засунул руку в карман висевшего на стуле пиджака. «Дорогая моя, вот она!» Однако сережка исчезла. Неожиданно меня расковало предчувствие надвигающейся беды, но память спешила на помощь. С утра было жарко, и я одел другой пиджак. Она, наверное, в нем осталась. «Пожалуйста, принеси завтра обязательно, только не забудь, эта сережка очень дорога мне», – серьезно сказала Фюсун, чьи бездонные глаза стали еще темнее. «Хорошо. Фюсун недавно исполнилась 18. Она была моей дальней бедной родственницей, троюродной сестрой, о существовании которой еще две недели назад я даже не вспоминал. Мне же стукнуло 30. У меня вскоре намечалась свадьба с Сибель, с которой, по единодушному мнению Стамбульского совета, мы составили прекрасную пару». Ну так вот, 1975 год. Девушка, 18-летняя, отдалась до свадьбы 30-летнему дальнему родственнику, богатому, у которого назначена свадьба по любви. Такие истории Ромео и Джульетт и так далее были всегда. Сколько пострадало молодых людей из-за этих историй, но это не счесть во всех странах, не только в Турции. Дальше в этой книге рассказывается, что, в общем-то, она знала, что он никогда на ней не женится. Она его просто полюбила. Она отдалась. Когда родители узнали об этом, да, наверное, ругали, но в книге не описывается, они поспешили выдать ее замуж. Потому что семья была бедная, а кто же ее возьмет? И нашелся человек, который взял, они без всякого выдали, выпихнули ее быстрее замуж. В основном так и поступали. С этим молодым человеком точно так же, в общем-то, имела отношение его богатая невеста Сибель. Ну вот, с момента эмансипации более-менее женщин, с момента образования Турецкой Республики, очень многие турчанки именно так себя ведут. Если есть большие надежды на долго и счастливо, что этот мужчина на вас женится, то, в общем-то, легко соглашаются на отношения до свадьбы, естественно, не говоря родителям. С моим мужем, еще когда мы были незнакомы, когда они были студентами, проживала девочка турчанка, они где-то снимали квартиру, естественно, ее родители думали, что она проживает где-то с другой девочкой, но она достаточно долго с ним жила, она возила из дома там продукты и так далее. Но потом, когда отношения вскрылись, ну, как сказать, мой муж был не перспективным, а девочка училась на невролога, и, в общем, пришел к моему мужу отец, поговорил, и оставь ее в покое. Ничего у них тогда не получилось, вот мы уже сколько лет женаты, как совсем недавно он наткнулся на эту девушку, так оказалось, она до сих пор не замужем. Ну, как друзья говорят общие, что времени не хватает из-за работы врачом. Ну, ладно, это такие вот отступления. Так вот, в принципе, отношения до свадьбы были, они были скрыты за закрытыми дверями. Мужчины, даже очень религиозные, в общем-то, впускались в эти отношения, но по одной простой причине, мужчине всегда больше дозволялось в исламском мире, чем женщине. В романе Архана Памука больше показывается, что именно это все начиналось с богатых слоев, то есть более богатые невесты могли себе позволить светские взгляды на жизнь, вступать в отношения, когда им захочется, и даже порой не скрывать это. То есть в романе именно показано, что вот эта Сибель, она не скрывала, что она со своим женихом может и проживать, в отличие от несчастной Фюсун. Ну, дальше я вам не буду, конечно, спойлерить роман Архана Памука. Если будет интересно после всего, что я прочитала, непременно прочитайте. Есть над чем задуматься. Очень хорошо показана турецкая жизнь. Кстати говоря, многие вещи с 1975 года до 2023 не изменились. Также все за закрытыми дверьми. Так вот, друзья мои, хочу напомнить, что во многих видео и в этом я повторюсь, что в Турции нет гендерного равенства. С одной стороны, это хорошо для тех, кто устал от бесконечного феминизма, каких-то ЛГПТ-сообществ, которых небинарных всяких и прочих. Здесь есть четкое понимание женщины и четкое понимание мужчины. С одной стороны, это хорошо, потому что нормальные мужчины охраняют и детство, и материнство, и берут на себя тяжелые обязанности. Женщина, в свою очередь, это хранительница очага, мать. И именно этим самым главным предназначением она и занимается. Я уже записывала видео. Было здесь исследование, еще раз о нем проговорю, было исследование о доступности различных вещей для женщин в различных районах страны. Я вам ссылочку оставлю в верхнем правом углу и под этим видео. Так вот, в крупных городах, по побережьям, в туристических местах больше возможностей для женщины, как работать, так и быть независимой, так и вот вступать в какие-то отношения до свадьбы и так далее. Чем это ближе к границам Сирии, скажем так, юго-восток страны, чем это дальше от запада страны, от Стамбула, от Анкары, чем это глубже в деревню, тем понятие намуса и чести глубже, и даже глубже, чем описываются, вот, например, в реймане Архана Памука. Мне безумно нравится фильм, как показаны вот эти все понятия чести и намуса, о двойных стандартах, называется «Мутлу-Лук» или «Счастье». Есть оно в переводе, когда субтитры русские. Если вам эта вся тема интересна, непримерно этот фильм посмотрите. Там показывается девушка, которую изнасиловал родственник. Из-за этого, из-за понятия чести, ее сначала принуждают повеситься, что она не смогла сделать, то есть смыть с себя этот грех, который ей нанесли. И, в принципе, она права, с какой радостью она должна вешаться, из-за того, что кто-то, в общем-то, справел на нее свои желания. Ну и, в общем-то, приглашается человек, который должен ее убить, но они с ним убегают. Они нанимаются в одно место к профессору богатому. И тут очень четко показывается то, что вот бедные девушки из деревни, ее должны убить и преследуют родственники за то, что семье нанесено оскорбление, то есть ее изнасиловали. Просто лишить ее жизни. И тут же, вот, например, на яхту профессора приплывает богатая студентка, турчанка, в одном бикини, практически голая, и на умные темы беседует. То есть громадная пропасть между этими двумя мирами, существующими в одной и Турции. Непременно посмотрите, то есть нельзя где-то вот на всю Турцию навешивать ярлык, что она только светская или только вот консервативная и дикая. Разные здесь случаются. Так вот, намус, понятие чести, оно сильно распространено на Караденизе. Это Черноморское побережье Турции. Очень распространено в турецких курдах. Курдское население страны достаточно консервативное, более консервативное, чем турки, особенно с запада страны. Ну и вот чем ближе к Сирии, туда все это распространено. До сих пор случаются убийства чести. Если девушка запятнала свою честь, то есть убьют, если она сама отдалась, ее убьют там, например, и парня. Ну, точно так же могут заставить жениться. По сути, в общем, я хочу донести до вас, что в Турции есть география гендерных различий. И в некоторых областях Турции, в глубинке, там где-нибудь в деревнях, секс является бонусом семейной жизни. Да, если люди в браке, то это угодное богу дело. Но секс не является частью романтических отношений с женщиной. А для женщины секс еще более табуирован. То есть даже в браке, не дай бог, что-то где-то не так. У тебя вот есть свой мужчина, только к нему ходи, только на него смотри. Не дай бог где-то что-то тебя другой мужчина о тебе подумает, то ты виновата. Понимаете, в этом смысле, опять же, навешивание вины на женщину. Ну, как вы понимаете, запретный плод сладок и наиболее частое вообще по статистике число извращений, преступлений сексуального характера, педофилии, там, где секс является бонусом, там, где он запретен. Да, находятся моральные уроды, которые для удовлетворения собственной похоти не жалеют никого, включая, например, детей, чужих детей, своих детей, родственниц своих, чужих. То есть там, где система, ну, хоть немного далась слабину, где более слабое существо просто осталось без защиты. Большая часть, как и во всем мире, проходит за закрытыми дверями, и об этом, как бы, правозащитники в Турции много говорят, но действий пока не слишком много. Вот молодцы сделали программку против абьюза. Тяжелые истории просачиваются, в общем-то, отовсюду. Есть такое ток-шоу здесь, в Турции, с ведущей Мюге. Можете запросто найти в интернете. Там постоянно, ну, по типу, пусть говорят, только очень все какое-то, знаете, такое, ну, реально, думаешь, я не в той Турции живу. Очень часто семьи, которые там с различными проблемами сидят, подобными, консервативные, из глубинки, женщины чаще закрытые, то есть в хиджабах. Это вот сильно бросается в глаза, кстати, на фоне той же самой ведущей. Еще истории иногда просачиваются ко мне через мужа от его друзей. Расскажу вам одну историю, полубайку, полуанонимно, страшно. Впечатлительных прошу перемотать вперед, чтобы ее не слушать. Она случилась около 20 лет назад, ну, так вот, по представлениям моего мужа. Когда его друг работал в больнице на Аджиле, там, где, вот, ну, как скорая помощь, куда что привозят. Привели девочку, 15 лет, с кровотечением из заднего прохода. Привел дядя. То есть, откуда у девочки возьмется кровотечение из заднего прохода. Когда начали разбирать, полностью порвана прямая кишка, кровь хлистала, как изрезанной свиньи, простите за выражение. Вот этот вот друг мужа с каким-то еще санитаром пока делали тампонаду, вызывали хирурга. Ее прооперировали. Естественно, какое-то ненормальное стечение обстоятельств вызвали полицию. Дядьку, чтобы этого задержать и вообще выяснить обстоятельства такой травмы. Как позже выяснилось, полиции удалось раскрутить это все дело. Как удалось выяснить позже, потом через полицию, ну, не знаю, там, как говорится, слухи по всей больнице ходили, потому что громкое сильно было дело, что эта девочка подвергалась регулярному насилию со стороны трех мужчин в ее семье. Это был брат, это был ее дядя, который вот в больницу привез, и кузен. Как они все утверждали, что ей этого хотелось, ну, я не думаю, что хоть одной женщине на земле захотелось, чтобы ей порвали прямую кишку, и она типа получила от этого удовольствие. В самом случае было, ну, как рассказывают полицейские, а я вам, в общем, через третьи уши передаю, что у этого дяди в какой-то момент случилось бессилие, и от злости он пытался запихать ей в задний проход двух с половиной литровую бутылку Кока-Колы. Девочка позже скончалась. У нее была выраженная кровопотеря, а в то время что-то не нашли, а не доноров достаточно. Здесь почему-то в Турции не очень хорошо донорская система налажена. Физростворами пока не переливали, ну, как-то держалось, но не хватило. В общем, она умерла. Этого дядьку, я так поняла, потом судили, на этом история заканчивается. И таких историй достаточно много, к сожалению, за закрытыми дверьми происходит. Они все насиловали ее в задний проход, по сути, чтобы она осталась девственницей, и принуждали к тому, чтобы она молчала. Я сразу предупреждаю тех, кто начнет, вот там турки все моральные уроды, на самом деле, те же друзья, мужи рассказывают, если подобные уроды попадают в тюрьму, особенно это, если лет 20 назад, когда еще тюрьмы были толком не реорганизованы, то таких моральных уродов порешат там же в тюрьмах бандюки обыкновенные, у которых семьи остались, детки остались. Когда узнают, что совершил этот, ну, не человек, естественно, находятся люди, которые берут на себя грех и заканчивают их жизнь. Был типа случай в тюрьме, когда массово сначала такого насильника, ну, в общем, всей камерой изнасиловали и убили. Еще хочу тоже акцент сделать, что это не обязательно дела в Турции только происходят. Когда я училась еще в Норильске, учительница по географии, у нее где-то были, ну, как мы тогда говорили, на материке, то есть в средней полосе России родственники в деревне, и там с ее одной коллегой произошел страшный случай, что подростки поймали учительницу. Изнасиловали, вот тоже, когда что-то у них не получилось, нашли бутылку под шампанского и забивали ей, в общем, туда, пока она не умерла. То есть моральные уроды везде случаются. Друзья мои, мои дорогие подписчики, пусть вас Господь убережет от них. Так вот, вернемся к Турции. Когда девушка здесь выходит замуж, может быть, вы видели на пояс ей брат или другой родственник, повязывает красную ленточку. Это знак девственности, по сути. Белое платье, красная ленточка. И, в общем-то, невеста выходит замуж, как бы считается, девственницей. Сейчас все это дело осталось в виде традиции. Даже уже не девственницы тоже хотят эту красную ленточку. Если у женщины муж умер, не дай бог, вот в таких вот местах, в глубокой деревне, там где-нибудь и так далее. Если от нее, не дай бог, ушел, бросил, развелись. Женщина для сапыков невест считается вскрытой. Считается, что она очень много хочет. И теперь ей можно, потому что ей девственность не терять. Тоже друзья мужа рассказывали, что вот одна девушка не могла уехать из деревни. С ней муж развелся. Она работала там. Ну, короче, где-то интеллигентно она так работала. Ей пришлось надеть хиджаб и носить постоянно в руках куран, чтобы не приставали сапоги. То есть никакой косметики, ничего. Они искренне считали, что вот она разведенная, у нее нет мужика и она хочет. Потом, короче, рассказывали, что она смогла, заработала денежку, ехала, нашла более достойное место проживания. Бывают и такие вещи, друзья мои. Кто-то меня спрашивал про пластические операции. По некоторым сведениям, короче, статистику я смотрела, пластика девственной плевы не последнее место занимает в Турции. Довольно распространенная операция восстановления девственности. Так что часто бывает, что вот из европейской части Турции там девушка, ну, не случилось, где-то с кем-то пожила туда-сюда, потом встретила другого, который хочет девственницу. Тайком обращаются в клинику, делают и выходят замуж за хорошего мужчину, у которого подвижки на этой теме. Выкручиваются, короче говоря. По сути, влияет ли девственная плева на счастье мужчины, на их совместимость психологическую, даже сексуальную? Никак не влияет. Но все равно все это идет со старых времен, что вот она мне чистая досталась. Из той же оперы были в древние времена эти гаремы, евнухи и так далее, что вот только мои чистые женщины. Вот такую историю встретила была на просторах интернета. Парень турецкий сидел с туристами в баре, хвастался, что вот я вчера там женился, женился на девственнице, я вообще такой крутой. Туристы его спрашивают, ну ты че тут-то сидишь, ты вчера женился, беги к своей молодой жене. Он им отвечает, типа, ну а че с ней делать, она же ничего не умеет. А мне с вами посидеть интереснее, вы из другой страны. Да, бывает и такое. Но повторюсь, традиции древние, не вам их убирать из Турции, не вам их сохранять. В Турции полно необразованных мужчин, вот в тех самых географически-гендерных, так скажем, местах, которые искренне считают, что женщина шлюха, если просто дала по воле чувств. Ну вот, не бывает таких вот страстных романов, где женщина дала, и она, значит, шлюха. Вы поняли? То есть на это тоже всегда нужно ориентироваться, когда знакомишься с турецким мужчиной. Не с таким ли вы познакомились? Некоторые еще товарищи, в принципе, считают, что женщина, если опубликовала свое фото, даже вот такое вот, как я сейчас одета, приличное, скажем так, без выраженного макияжа, в интернете она шлюха. Ну, если она опубликовала в бикини, а не дай бог в инстаграме в нижнем же белье, то все, она стопроцентная, а Роспу. Ищет мужика, ей нужно быстрее дикпик прислать. Если она не отвечает на Мерхаба в интернете, то она отвечает другим мужикам, и значит, надо ее непременно оскорбить. Всплошь и рядом такие дебилоиды встречаются и почему-то концентрируются именно в интернете. Ну, я думаю, по той причине концентрируются, что в нормальной жизни им женщина вообще не светит от слова совсем. Такими с товарищами вообще связываться не надо. Если в интернете вас кто-то так вот оскорбляет, блокировать, даже не отвечать. Не разбирайтесь, не разбирайтесь в хитросплетениях его невежественного разума. Ну, и вот еще встречала, что если она поставила фото, то значит, хочет, чтобы на нее дрочили. Сразу вирты предлагают, короче. Если уж вы решили послать, советую слать на своем языке. Они даже не задумываются, что не все люди говорят на турецком. То есть, оскорбления шлют на турецком, вообще, короче. И, кстати говоря, многие из них, на самом деле, женаты. Друзья мои, религиозные. Ну, я называю это псевдорелигиозностью. Потому что, если ты женат, если ты по пять раз делаешь намаз на дню, то какого фига ты шаришься по интернету и ищешь фоточки телочек в бикини. Теперь давайте я перейду к нашим женщинам. Никого оскорблять не хочу, но мифы ходят по интернету. Вы должны всегда их учитывать. И от того, что вы эти мифы не признаете, они никуда не деваются. Есть такой американский знаменитый писатель-фантаст Филип Дик. Он когда-то сказал, реальность это то, что не исчезает, когда мы перестаем об этом думать. То есть, мифы существуют. И даже если вам это не нравится, они все равно существуют. И даже если вам не нравится, имя Наташа в Турции нарицательное. И оно означает женщину легкого поведения. Всем тут невеждам наплевать, в общем-то. Как именно вы себя считаете. Так вот, ходят мифы про озабоченность наших женщин именно с постсоветского пространства. Поэтому девочки не славянских кровей, но с постсоветского пространства тоже себе сильно прям мифов не строите. Что именно вас ценят, а других не ценят. Если вы хоть немножко с постсоветского пространства, они вот эти невежды считают, что мы все такие. Они искренне верят, что нет стоп-крана для наших женщин в порыве страсти. Что искренне можно полайкать все наши фоточки. И сразу вы прилетите за свои деньги и дадите им сразу. И наши женщины туда же иногда, они знают, в общем, про мифы. Еще мифы, кстати, блуждают про то, что турки женятся только на своих. Ну, понимаете, да, вот эти два мифа, если сопоставить. И при этом всем каждая женщина мечтает о каком-то волшебном султане Сулеймане, о Лоренце Рависском, который ради нее пренебрежет семьей. Ради нее пренебрежет традициями каким-то, религиозностью своей. Влюбится, отбросит все и сразу после первого же секса женится. Что он поссорится, например, консервативный мужчина с родственниками, которые уже сосватали ему невесту. И пусть там турчанка рыдает, как он вас на верблюде увозит в закат. Ну, чистой воды мифы и фантазии. Часто иногда такие встречаешь, дикие влажные фантазии, что уму непостижимо. Причем перепутанные с какими-то сказками Аладдина, мифами о арабских странах, мифами о мусульманах, о тюркском мире. И все это вот такой вот дикий сумбурь. Немножко узнавайте о том, откуда ваш избранник. Как он жил, что у них принято. Тогда как бы легче будет. Едут на курорты, не понимая, что отель это одно, а жизнь это другое. Проблемы, в общем-то, возникают, когда вот эти вот товарищи из гендерно неравных географических областей Турции едут на заработки в отеле. Это не обязательно курды, как есть некоторые, в общем, мифы, глуждающие по интернету, что это обязательно курды только. Нет, и турки такие бывают. И разные-разные бывают, короче говоря, национальности, которые есть в Турции. Едут они на курорты, они с ума сходят от обилия голых тел, от доступности наших. Действительно, всем друзьям пересказывают. Я ей там только подмигнула, она сразу пошла со мной флиртовать, и телефончик-то дала, и аккаунт в интернете дала, и еще бабок отсыпала. Да-да. Очень часто эти девочки наши, которые вот, ну, по незнанию влюбляются, закручивают роман с такими вот, они как-то замечают, опачки, он о сестре, например, печется, он бы сестре не позволил там что-то одевать, такое в обтяжку, там еще что-то куда-то ходить. А вот мне, со мной все можно. Ну, конечно же, по влюбленности мозги отшибают, и кажется, вот он, султан-то Сулейман, который отбросил все традиции ради меня. На самом деле нет, на самом деле он свою сестру хочет, чтобы шла она по намусу, а вы как кусок мяса, которое можно просто оттрахать. Очень часто вот такие вот невежды, едущие на курорты, или те, которые блуждают в интернете, сами себя мало что представляют, но хотят непримерно жениться на девственнице. Иностранки для них экзотика, знаете, но хочется иногда что-то такое эдакое. И вот экзотика, да. И если женщина не девственница, или она не в браке, но со всеми там и не сидит закутанная где-то, то она непримерно грязная. Ну, я опять же ставлю акценты, чтобы не навешивали коллективную ответственность. Это отдельный вид мужчин здесь. Отдельный. Это не все здесь такие. Даже в глубоко невежественной, даже в глубоко какой-то религиозной семье иногда вырастают самородки. Ну, не слишком часто сразу оговоримся, но вырастают. Интеллигентные. И даже я заметила, здесь бывают люди хорошие такие, интеллигентные. Интеллигентные, но без образования. То есть он вырос в консервативной семье. Вот эти все намусы там у него были. Но он мудрый. И он добрый, если мужчина. То да, с таким не жалко и жизнь связать. Я вижу таких мужчин хороших, даже из самых гендерно неравных, в общем-то, областей, связывающих жизнь с иностранками, с нашими. И девочки счастливы. Я вам расскажу один из мифов вот таких невежественных людей, которые, надеюсь, остановят вас от необдуманных поступков с некоторыми турками. Посмотрите на вот эту картинку. Что на ней написано? Разница между водкой и ракой. Водка, как русская девушка. Дал деньги, открыл и пьешь. Ракой, как турецкая девушка. Нужна вода, нужен лед, нужна рыбка, имеется в виду жареная. Нужна рукола, нужен сыр белый, нужна дыня, нужен хороший разговор. Нужно и нужно. То есть, да, картинка достаточно обидная. Причем насчет этой картинки, что написано русское. Дорогие мои националисты, не обольщайтесь. Нас всех с постсоветского пространства зовут русскими. Картинка обидная. Дорогие мои девчата, не будьте такими, что дал деньги, открой и пьешь. Ну а вообще, насчет интима до свадьбы. Он был еще в старых давние времена. Есть и будет. По большей части, если место, страна или отдельная семья слишком религиозная, то это все будет скрываться. Но биологические желания не так просто заглушить моральными и религиозными запретами. Просто отношения слоев общества разные. Смотря с каким мужчиной вы встретитесь. Если вы встретились относительно европейского склада турка, западной части страны, он вас, в принципе, замуж зовет. Пока вы собираете документы, там все, говорит, ну приезжай ко мне пожить, там это все. В принципе, ничего плохого в этом нет. Я советую все-таки вот на этих самых богатых турчанок из Архана Памука ориентироваться. Если есть хорошая заява надолго и счастливо, ну почему бы и нет. Иногда, кстати говоря, стоит вот с такими турками, в принципе, попробовать, если есть какие-то проблемки. То есть посмотреть, как он в быту. Может быть, приехать там на пару месяцев, сказать, что вы пока делаете документы, что-то вам не это. И вот на время визы, на 2-3 месяца, смотря из какой вы страны, побыть, посмотреть на него, как он к деньгам относится, как он к вам относится и так далее. Пожить. Если место достаточно европейское, он вас представляет всем своей невестой, но не будут к соседям лезть ваши дела. Никакой, кстати, полиции нравов в Турции нету. Хватит продвигать этот миф. Полиция нравов, по-моему, в Саудовской Аравии, да, есть, если я не ошибаюсь. Так, где это будет действительно АИП-стыд? Если это молодые студенты, если девушка не была ни разу замужем, ей еще где-то 20 слегка плюс, то есть 22 где-то. И молодой человек туда же еще даже не служил, а служит, ну в районе где-то 25 тоже. То есть еще, совсем еще они зеленые, но уже рвутся жить вместе. Это не одобряется здесь. Стараются и родители, и соседи пресечь это. И считается, что вот будут пьяные там компании, студенты, пиво будут собираться пить. Все, как у нас. Не одобряется. Но если мужчина чуть старше и живет там с молодой студенткой, это тоже не одобряется. Он не мужик, а тряпка. Не может даже свадьбу устроить. То есть разведенная женщина, если живет одна там, и в ее жизни появляются разные мужчины, а соседи это замечают, но отношение к вам будет не очень хорошее. Это однозначно. Если стабильный мужчина, а потом еще где-то проскользнет, что жених, ну уже будет лучше отношение. То есть все настроены на семью. Дальше. Если мужик турецкий каждый год привозит новых девушек, каждый раз говорит, что это моя невеста, а все понимают, что он их привозит на сезон, к мужику ни одобрения никакого нет. Только к девушкам. Да-да, двойные стандарты на фоне гендерных различий. Если зрелый человек или пожилой пригласил к себе женщину с целью жениться и так далее, вообще к вам лезть не будут. Вы взрослые люди, вы сами способны разобраться. Ну и если вдруг уезжает, приезжает, ну, наверное, родственница. Все. На этом обычно такие вот прям какие-то выраженные осуждения заканчиваются. Курортные романы. Друзья мои, везде и всюду понятно, что курортные романы. Это курортные романы. На них закрывают глаза, особенно если, ну, отдохнул мужчина. Естественно, не жена закрывает глаза. Жена еще припомнит. Ну, а если женщина где-то в курортные романы, она потаскуха. Двойные стандарты никто не отменял здесь. Так, еще какие тут есть прелести местные. Некоторые особо одаренные и особо продвинутые из религиозных слоев пытаются заключить а-ля Никях, чтобы переспать с вами, а потом отпустить. У шиитов, не у сунитов акцент делаю, у шиитов есть так называемый мута-никях. Это временный никях, брак ради удовольствия. Он не признается в исламском сообществе. Нельзя заключать, в общем, с протитуткой брак ради одной ночи, чтобы потом заплатил деньги и все. Брак закончился. Это не брак. Брак – это взаимное уважение и любовь. Поэтому, если мужчина говорит, что он прям не может с вами, надо что-то там заключить, напоминаю вам, что в Турции, во-первых, без официального брака, без свидетельства о браке, который называется Айле Джуздане, нельзя заключать браки. Если имам на это согласен, то он явно не чист на руку и просто денежку стрижет с таких вот а-ля религиозных. А этот а-ля религиозный, ну, псевдорелигиозность, потому что, ну, что это такое, это не брак. Он просто хочет быть, ну, типа, чистым, белым и пушистым перед Аллахом, а вы будете, ну, вот так вот. Эту тему я в видео подробнейшее записывала. Давайте я вам ссылочку тоже оставляю вверху, в описании видео. И еще есть общее пожелание ко всем. Одевайтесь по погоде, раздевайтесь по любви, но везде берите с собой голову. Учитывайте, если вы познакомились с мужчиной из Турции, что он из Турции. И он не какой-то волшебный султан, который ради вас прямо будет все свои традиции и менталитет отбрасывать и вот быть таким, какого вы нафантазировали. Не будет так. Трезво как бы оценивайте ситуацию. Ну, и любящий мужчина действительно многое может сделать для женщины. Если вы действительно любите здесь друг друга, если есть нацеленность на брак, на проживание совместно, никто вас не осудит. Правда, даже какая-то старая религиозная тетушка-тейзышка здесь местная, ну ладно, ну что, получилось так, ну влюбленные. Все-таки все любят турецкие сериалы о любви, там разное случается. Многое прощается из вот этих всех намусов и по любви, и даже там, где есть понятие чести, стараются любимых дочерей, любимых сыновей уберечь где-то от всего этого. Не прям какими-то варварскими обычаями, а любовью именно. Если вы планируете романтические уже отношения, то есть встречу с мужчиной и так далее, постель, ну запросите вы у него документ о семейном положении, ну как запрашивать я вверху оставляю и в описании видео. Потому что дикое количество женатиков все-таки встречается здесь, ищущих приключений. Ну так получается. По Турции очень часто эта тема, поэтому всегда нужно, если уж пошло дело на постель, ну перестрахуйте себя, ну что. Мужчина будет вас только от этого уважать. Если какие-то проблемы, ссылайтесь на меня. Блогер сказала, что много проблем с женатиками. Ну и что, у тебя проблема такая показать? Вообще это не проблема показать, что он действительно свободен на данный текущий момент. Девчат, мои хорошие, любите себя, уважайте себя. Вы себя не на помойке нашли. Вас мамы и папы рожали для того, чтобы вы были счастливы в этом мире, а не для того, чтобы кто-то вас использовал. На хорошей позитивной ноте с солнышком я хочу закончить это видео. Держитесь подальше от неадекватов. Не разбирайтесь в хитросплетениях их разумов. Не принимайте все вот эти вот странные заявы, как менталитет турецкий или какие-то турецкие традиции. Все гораздо проще, все по-человечески должно быть. Всем мира, добра, мирного неба над головой непременно. Люблю вас, целую и пока. Кстати, запускаю новое голосование «Наказание для блогера». Не люблю я эти видео делать все время. Забегают какие-то идиоты, не смотрящие видео, чисто по названию, всякую чушь, мелище. Ну, они будут улетать в бан. Это маленькое наказание для меня. Пока-пока.